Друзья, всем привет! Я вчера вечером приехал в городочек Адана. Достаточно большой город, я должен сказать, 2 миллиона человек, почти население. Этот город не зажат морем, не зажат горами, как Мерсен. Достаточно просторный такой городочек. Вчера проезжал мимо стадиона, у них прям такой стадион большой. Я сейчас еду на восток, уже на северо-восток даже. В сторону Газан-Тепа. Я иногда в настройках ставлю, чтобы Google меня отводил от платных дорог, чтобы я по маленьким дорогам проезжал, больше видел. Потому что, когда мы едем с вами по такому магистрали, мы, как правило, пропускаем много всяких разных интересных достопримечательностей. Просто несемся больше 100 км в час. Здесь нет съездов. То есть, даже если я буду вот так вот ехать, что-то мне понравится, что-то я захочу увидеть, я съехать смогу только позже. Но зато ехать можно быстро. Ландшафт существенно изменился. По сравнению с Анталией, с Аланией, здесь у них нет вот таких вот уже сопок, всяких разных, здесь больше такая равнина. Напоминает мне наш казахстанский. Но, вместе с тем, здесь много зелени, много зеленых деревьев. Но навигация через 28 км меня выведет назад на Д-400, по которой я ехал. Еще можно печатать. Здесь есть клавиатура. Я меняю язык. И пишу отель. И навигация мне ищет отели. Вот сейчас она ищет. Ищет отели с самым лучшим рейтингом, во-первых. Во-вторых, ближайшие. То есть, вот, к примеру, есть роял-отель, 4 звезды. Я могу его добавить в качестве остановки. Через 60 км, через 43 минуты будет. Вот такой есть еще отель. Тоже быстрая остановка, через 50 минут. Роял-Рос. Отель есть тоже 5 звезд. Это самый лучший отель. Он по отзывам мне предлагает. Вот, в общем, он несколько вариантов мне выдает. Я могу в любом из них выбрать остановиться. Вот, допустим, я добавляю остановку. Все. Он уже будет знать, что он должен меня туда привезти, там меня оставить. Машина на круиз-контроле. И она у меня сама рулит и сама держит вот этот скоростной режим. Я вам могу показать, как это выглядит. Вот я отпускаю руль полностью. И она держит полосу. То есть, я руль отпустил. И даже вот предупреждение. Я должен держать руль. Если я вот его сейчас отпущу, она требует, чтобы я за него взялся. Но все равно она будет рулить сама. То есть, она считывает вот эти две полоски, дорожную полосу. И современные машины, они все по этому принципу. Google меня отводит от платных дорог. Периодически можно по платной дороге небольшой кусочек проехать. Но только немного. Я сейчас вернусь, если на D400, если мне там не понравится. Да, это магистраль. Видно знак. Вот это радары, друзья. Будьте осторожны. Простой пример. Сейчас ехал по трассе. И просто с правой стороны на скале на горе увидел замок. Он называется Елеан-Кале. И у меня сейчас будет сюда, ну, я здесь, может быть, час оставлю. Небольшой заезд и воспоминания на всю жизнь. Поэтому, когда мы едем по магистрали, по трассе, естественно, мы так сделать не сможем. Замок достаточно интересный. Находится на скале. Вообще, строители и архитекторы Византийской и Османской империи, они, как правило, выбирали в качестве фундамента именно вот такие вот скальные породы. И поэтому эти сооружения, они, как правило, не боялись землетрясения, не боялись еще каких-то природных катаклизмов. В общем, замок достаточно хорошо сохранился. Здесь нет уже таких ступенек, лесенок, как где-то на южном побережье, в туристических местах. Поэтому обязательно обувайте обувь, очки с собой берите, шапочку, чтобы ничего лишнего в руках не было. И хорошее настроение обязательно. Я обязательно оставлю либо в комментариях, либо в описании информацию об этом замке, чтобы сейчас не тратить на это время. И вы сможете перейти по тайм-кодам, прочитать об этом. Поднялся я до замка. Вот здесь вот. Я так понимаю, главный вход достаточно сложная тропиночка такая. И скользкие камни, поэтому имейте в виду. Ну, очень хорошо сохранился замок. Эта крепость имеет здесь несколько разных башен. В том числе, я думаю, естественно, здесь объекты инфраструктуры. Ну, я думаю, мы об этом почитаем в комментариях. Вот здесь, скорее всего, были у них водохранилища. Возможно, что-то другое. Если любите всякие разные крепости, замки и здесь едете, в принципе, почему бы не заехать. И вот здесь вы можете заметить, у них карьер. То есть, это была гора целая. И сейчас они ее крошат на камушки, еще на что-то. Я думаю, там добывают и из этого уже будут дальше строить. Меня здесь встречает средневековая кладка, друзья мои. Видите, это вот ступеньки, именно которые использовались в те времена здесь древними жителями. И вот так вот они отбивались. Ну, очень сложно было покорить этот замок. Потому что, ну, на горе он, на скале, ну как? Вот сюда полезь вот так вот. Будет, конечно, это все зависеть от количества человек. Сколько людей будет сюда наступать. Но, в любом случае, укрепление достаточно хорошее. Возможно, какая-то часть отреставрирована. Где-то здесь уже свежий растворчиком они подмазали. Потому что они любят, особенно летом, когда нет туристов, это все ремонтировать. И вот эта лесенка, она прям ведет по периметру, по всей стене. Вот так они бегали здесь. Прекрасный такой вид здесь открывается. Смотрова. Одна из башен. И сразу обрыв вниз. Вот в Турции прямо они это обожают. Вот так скидывать тех людей, кто сюда нападает. Чтобы не нападали, скидывали вниз их. И все. Обращаю ваше внимание на то, как здесь высоко. И как, естественно, это все было тогда. Тяжело строить. Каждый камушек надо было подобрать, чтобы он подошел. Чтобы он именно нашел свое место. Чтобы он не качался, не шатался. Все это вручную делали. Здесь нужно карабкаться. И здесь достаточно интересно тоже. Вот есть бойницы. А, нет, это не бойницы, это что-то другое. Вот здесь есть бойницы для лучников. То есть те, кто хотели там на стену залезть, естественно, отсюда обстреливали. И достаточно хорошее такое прям место для ведения огня было. Я так понимаю, туда тоже как-то можно было подняться. Но сейчас здесь лестниц нету. И я здесь по гладким стенам не хочу карабкаться. Вот здесь видно, как какие-то кирпичики уже поменяли, потому что они отличаются по цвету. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, информацию об этом замке вы сможете найти где-то в описании Либо в комментариях под этим видео По тайм-кодам сможете пройти и ознакомиться Кстати, касательно описания и вообще тех мест, как добраться, как проехать Я сегодня читал комментарии под стамбульским видео И, в общем, девушка обрушила на меня шквал критики, на мой взгляд, необоснованной В общем, очень много было у нее вопросов, как доехать, как проехать К сожалению, не всегда у меня получается подготовиться к тем местам, куда я еду И прочитать хотя бы что-то про это Потому что, вот, к примеру, я когда был в Стамбуле Я там был буквально несколько дней И практически все туристические места я объездил То есть, если бы я, ну, к примеру, бы тратил бы время Допустим, на то, чтобы прочитать, что там Где там, в каком гареме черные и белые евнухи сидели Естественно, ну, у меня бы, наверное, не осталось бы Времени на то, чтобы это место посетить Поэтому, друзья мои, я буду вам очень сильно благодарен Если мы будем с вами в этом плане дружно работать И каждый человек из вас, на самом деле, может зайти в интернете И прочитать, найти ту или иную информацию Про дворец Тапкапи, про какие-то замки, которые я посещаю Вот этот замок, допустим, я вам название показал Вы можете его, это название в гугле найти И что-то, какие-то интересные факты прочитать, к примеру А потом в комментариях оставить информацию об этом замке И, во-первых, вам это будет интересно Во-вторых, тем людям, которые будут эту информацию читать Они будут, во-первых, благодарны вам Во-вторых, они тоже будут просвещаться И путешествовать вместе с нами Вот когда вы едете по трассе Встречаются периодически вот такие вот грузовые машины В данном случае здесь идет сопровождение Машина сопровождения, потому что не габарит И они ее сопровождают Ну, не важно, здесь в Турции очень много разных фур Постоянно грузовики ездят, еще что-то И я должен вам рекомендовать Как можно дальше от этих машин держаться Потому что, во-первых, с этой машины может что-то отвалиться Не важно, какие грузовые машины Открытый у них кузов сзади или закрытый Все что угодно может Отцепиться может прицеп Может от что-то отвалиться Там все, все детали у этой машины очень большие Его может занести Он может просто перекрыть полностью всю дорогу И просто некуда будет ехать Поэтому старайтесь всегда Вот эти вот машины Потом дети, если играются просто так Они могут в какой-то момент взять Допустим, там прыгнуть на дорогу Или на мотоциклах кто едут Они тоже на мопедах, на мотоциклах Очень опасны Но на трассе Именно вот эти вот большие грузы Которые вот я сейчас проезжал Это опасность номер один Так, друзья, проезжаем Вроде бы ничем не примечательные Два городочка Торпакали И Османия Вот так выглядит название Этих мест Железная дорога здесь проходит Кстати, по Турции Можно достаточно Успешно путешествовать на поезде Есть даже специальные маршруты Туристические Восточный экспресс, по-моему Если я не ошибаюсь И он проходит по таким Туристическим местам Классным, красивым И здесь уже почва другая Черная земля здесь А вот если прямо-прямо смотреть То там у них леса в горах И тоже очень много зелени Здесь Тойота-центр И вот какой-то здесь Для детей Диснейленд Я думаю Достаточно большой город Всегда хотел отметить Что в Турции Достаточно Воспитанные водители И манера езды у них Здесь Не агрессивная Во-первых Во-вторых Всегда пропустят Все чаще здесь у них встречаются Вот такие вот рыночки Колоритные То есть это Что-то похоже на ярмарку Я так понимаю Местные жители То, что вырастили Где-то у себя на плантациях Или в огороде Приносят и продают здесь Вот эта вот трасса По которой я сейчас еду Она больше вам подходит Если вы хотите Насладиться какими-то Достопримечательностями Изучить местный колорит Изучить местную культуру Как люди живут Чем тут занимаются Потому что Если вы поедете По платной магистрали Там будет создано все Чтобы вы не отвлекались И Вот видите радар Знак стоит на полу И тут этот радар Они Всегда предупреждают И предупреждают Несколько раз О том, что радар Что Вас могут здесь Фотографировать И Если будете ехать С любовницей Короче Жене отправят Жена потом увидит Если Нужно с точки А В точку Б Переехать Естественно Лучше заплатить Какие-то деньги Чем Проезжать Маленькие города Не всегда Дорога хорошая Как сейчас Светофуры Появляются И Ну все что угодно Здесь может появиться Но Как бы В этом И заключается Прелесть Вот этих Бесплатных дорог Они везде есть Вот эти дороги Это называется Альтернативные дороги Вот Машина Моя машина Заметила Что у меня Машина Впереди Снижает скорость И начала Мне об этом Сообщать Вот эти Бесплатные дороги Альтернативные Они существуют По всему миру И Я привык Путешествовать По Европе Вот так Несмотря на то Что Эта дорога Бесплатная Я должен отметить Что Они ее ремонтируют Постоянно расширяют Какие-то туннели делают Дорожное полотно Тоже меняют И если бы Я сейчас поехал По платной Вот этой вот дороге Которая слева проходит Желтенькая Естественно Вот этих бы серпантинов Ничего бы такого Там не было Я бы просто ехал бы ровно И Ни о чем бы Вообще не думал Ни о чем бы Не переживал Я как бы Тоже здесь ни о чем Не переживаю Меня все устраивает Дорога Вполне Хорошая Я могу делать остановки Когда хочу Могу любоваться Культурой местных жителей И так далее Снежинки Нарисованные Скорее всего Зимой здесь Будет снег И будет скользкая дорога Поэтому водители Об этом предупреждают Но дорога очень красивая Такие вот скалы Здесь с зелеными Всякими разными растениями А вот прямо по курсу Где грузовики Где автобусы едут Машины Это вот как раз таки Платная дорога Она идет прямо Она идет быстро Ограничений по скорости Там практически нету Но Можно ехать нормально И железная дорога Тоже тут же Да Да вот друзья Смотрите Ветреные генераторы Прямо на горе На возвышенности Всегда умиляюсь Мне нравится Когда Люди делают Чистую энергию Чистую вот такую Вот энергетику Из ветра Они получают Электричество И Мы можем заправить Электрические машины Эти Мы можем Согреть дом Приготовить пищу И Все что угодно Мы можем С электрической энергии Получить Вот Только за счет ветра Вот собственно Друзья Платная Магистраль И Бесплатная Вот эта дорога Трасса Они сейчас здесь Будут пересекаться И Мы сейчас Проезжаем с вами Под ней Можно Заметить Как здесь Все массивно И капитально Вообще сделано Очередной Баче Баче Кородочек Называется Он вот так вот На сопочках Здесь стоит Относительно Небольшой Я думаю Несколько тысяч Человек Здесь население Да Газантепа 90 километров Еще Ветряные Мельницы Очень симпатичные Генераторы Электричества А там Прямо по курсу Вот как раз Вот шоссе Про которое Я вам говорил Платное Все чаще И чаще Я встречаю Знаки Снежинка Потом надеть Цепи Я так понимаю Зимой здесь Прям может Хорошо Все засыпать Снегом И Вот это Вот Опять же Магистраль Она проходит Через туннели Через горы Прямо Напрямую Такие здесь Массивные Конечно же У них Мосты И Вообще Дорога Так прям Создано Спроектировано И построено Я думаю На века Конечно же Некоторые Бетонные Мосты Некоторые Из металла Сделал Я сейчас Останавливался Воды набрать Родниковой У них По трассе Можно Набирать воду Здесь И чистая Чистейшая Вода С родников Без хлорки Без ничего Такого Можно набрать Видите Какие здесь Пространства Масштабы Грандиозные Смотровые Площадки Повсюду Можно Останавливаться Наблюдать За панорамами Родники Пересекаются И Сразу Видно Заметно Как они Там Ровненько Едут Без каких Либо Ограничений И затруднений И у нас Здесь Конечно Идет ремонт На дороге Но Так или Иначе Отличия Конечно Кардинальные Здесь У них Почва Такая Уже Более Глинистая Каменистая Там Внизу Есть Город Мы Сейчас Будем Проезжать Чуть Позже Скажу Как он Называется Ну Вот Так Вот Такая Панорама Такой Вид Сверху На этот Город Получается Он В долине Внизу Находится Вот Видите Здесь Если бы Если бы Допустим Мы Ехали На этом Мосту Здесь Сколько Высота Этого Моста Я не знаю Даже Метров 300 Наверное И вот Эти Колонны Такие Массивные Это Не так Просто Все Сделать Между Прочем И Очень Красиво Нордаги Это Место Называется Вроде бы Обычный Типичный Турецкий Городочек Также Наверное Население До 100 Тысяч Здесь Но Нужно Отметить Что Посмотрите Как у них Все Вот это Здесь Во-первых Культурно Аккуратненько Вот эти Все домики Стоят Беленькие Я думаю У них Здесь Есть Отопление Потому Что Такая Уже Более Северная Часть Горная Местность И Какой Здесь Порядок Вот Видите Вот здесь У них Такие вывески В Турции Если Вывеска Зеленым Цветом Значит Она Сообщает О том Что Там Платная Вот эта Магистраль Платная Дорога И Туда Можно Проехать Магистраль 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, пожалуй, один из плюсов бесплатной трассы Это в том, что я могу остановиться в любом месте, где мне нравится Сделать красивые кадры, запустить дрон Закат, краски классные Солнышко так подсвечивает Вообще, это считается время Вот вечером и утром ранним, когда солнышко просыпается и солнышко засыпает Вот эти вот часы, они считаются самые идеальные для того, чтобы делать фотографии или какую-то видеосъемку делать Я сейчас поищу себе здесь отель Вот таким вот образом Посмотрим, что он мне найдет 30 минут 30 минут роял Газантеп 3 звезды с половиной Ну посмотрим, если не понравится 29 минут мне до него ехать Но я вам должен сказать, что через 29 минут уже темно будет Уже солнышко вот сейчас только за гору зайдет и все Поэтому вот этот вот час Утром и вечером это самое такое классное время Для того, чтобы что-то сфотографировать, снять Конечно, это можно днем делать Но я не использую фильтры И поэтому может объектив немного засвечивать Я буду заканчивать на этом видео Всем спасибо за просмотр Как всегда, пишите комментарии интересные Ставьте лайки На колокольчик нажимайте Подписывайтесь И увидимся, как всегда, в следующих видео Всем спасибо за просмотр Пока-пока